Всем привет, мои хорошие! Сегодня уже 13 сентября 2022 года. Я опять на своей любимой даче. Посмотрите, цветут розы, продолжают некоторые красавицы. Флоксы. Вот она, красотка. Приехала сегодня, убрала с этой грядки помидоры уже. Не помидоры, а именно кусты сами. Саму листву всю эту, кустики, в общем, убрала. Палки тоже вытащила, на которые были привязаны, убрала, все связала. В общем, готовимся уже закрывать сезон, скажем так. Листва в саду. Посмотрите, сколько листвы уже. Пока даже некогда убирать. А вот они, мои красотки-гортензия. Лаймлайт и три куста ванилла фрайс. Вот такого цвета она уже становится, посмотрите. Вот такая красотка. Оставшиеся петуньи. Ну, еще стараются цвести. Посмотрите, надо их полить, наверное. Хотела убрать, но что-то жалко. Пока цветут не буду, сейчас их полью. Розы продолжают, продолжают радовать. Синка Де Майя. Ланд Луст. Ой, какие ветки он выпустил. Вот он. Ой, Де Майя красавица. Нет, она достаточно странная, кстати. Вот она какая. Это розочка Блю Эден. Мои красотки. Ой, дождик пошел. Вот так вот. Не обещали дождя. Кстати, сейчас в Москве плюс 13. Хвосты. Еще предстоит много работы в саду. Укрывать растения. Ну, это, естественно, я думаю, будет ближе к ноябрю. Вот, будем смотреть по погоде. Обрезать пионы нужно. Обрезать лилии. Но это тоже чуть позже. Так. Осенний хвоепат начался. С больших сосен. Здесь все вот таким образом выглядит. Давайте отойду подальше. Лето пролетело очень-очень быстро. Очень-очень весна была поздняя. Поэтому я как-то не успела. Не хватило мне лета. Не хватило мне лета совсем. Еще бы хотя бы месяцок. Лето было очень жаркое в Москве. И на удивление очень холодный сентябрь. Очень холодный сентябрь. То есть после 35 градусов сразу ушли в 10. Посмотрите, какая стала в этом году сосна шверина. Она распушилась очень сильно. Посмотрите, какая она красотка. Барбариса с ягодками. Шланг уже можно убирать. Воду еще пока не отключили. Я сегодня помыла еще 4 кашпо. И еще там вот у меня 6 цветочков осталось. Ну вот роза собирается зацветать. Представляете? Сосна горная саншайн. Посмотрите, какой окрас она приобретает. Очень красивый. Посмотрите, как наросла лиственница стихвипер. В этом году я ее не стригла. Ива. Плакучий гном. Здесь все, в принципе, то же самое. На этой стороне участка. Здесь у меня парковочка. И вот. Так выглядит эта сторона. Да и, собственно говоря, вот так вот выглядит участок на середину сентября. Вот видите, как раскинулась. Вот такая красотка стала. Именно раскинулась. Моя красавица. Баданчик. Да, идет дождик. Идет дождик. Хвойные очень хороши. В любое время года. Крышу качели уже можно снимать тоже, я так думаю. Ой, до чего красавица. Она была подставлена. И вот она еще будет цвести. Вы видите? Вот крышу нужно уже снимать у качелей. И уносить в дом. Огурцы я в прошлый раз из бочки выдернула. В принципе, наверное, на этом все. Сейчас показывать как-то особо нечего на участке. Только гортензия радует. Погода плохая стоит. Вот сейчас даже пошел дождик. Так что на этом буду заканчивать свое небольшое видео. Просто решила вам показать, как выглядит участок в середине сентября. Сейчас буду уже собираться домой. Отключился телефон. Оказывается, переполнена память. Так что буду завершать свое видео. Еще раз повторюсь. Всем желаю крепкого здоровья. Начинаем готовиться к следующему дачному сезону. Я его уже очень жду. Хотя этот еще не закончил. А еще очень много работы в саду. Так что всех обнимаю. Ну и всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Увидимся на даче. Субтитры сделал DimaTorzok